Эти кадры были сделаны нами на базе Вологда Зеленстроя в конце ноября прошлого года. На территории предприятия Многометровая гора, которую тогда было невозможно не заметить. Почти полторы тысячи тонн песко-соляной смеси для обработки дорог и тротуаров. Мы готовились и начинали с конца августа, начало сентября. На данный момент из двух с половиной тысяч у нас высыпано тысяча. То есть вот еще на месяц, на полтора, полутора тысяч хватит. По прогнозу руководства компании, этого состава должно было хватить минимум до середины января. Однако ожидания и реальность не совпали. Первыми тревогу забили сотрудники предприятия. Именно они поделились с нами. Песко-соляной смеси почти нет. Все, что осталось, перемешку с глиной и камнями, дозировано распределяют по улицам областной столицы. Скользко. Видимо, дороги не обрабатывались, поэтому скользко довольно. Ужасно. Она практически не тормозит, она едет. Открытно, спасибо большое. Особенно вот там, едешь, в пробке стоишь, пытаешься потормозить, не тормозит. Как оказалось, заказывать реагенты в последний момент – это не халатность, а способ сэкономить. По словам бывшего руководителя, такой порядок в Зеленстрое существует несколько лет. И ни разу без песко-соляной смеси областная столица не оставалась. По мере необходимости, потому что зимы сейчас непонятно какие идут. И я последний год так делал. Три недели, две-три недели запасную, где-то недели две даже так. А потом это смотрим, а может быть дальше ухудшение погоды, значит, завозим опять и приготовим месяц. Однако в этот раз за попытку не потратить лишнего, похоже, придется расплачиваться вологжанам. Если рядовые коммунальщики хоть как-то пытаются заявить о проблеме, то руководство предприятия ее признавать полностью отказывается. Мол, есть у Зеленстроя больше тысячи тонн реагента, но журналистам не покажем. Вы получили ответ? Не до конца, наверное, убеден. Все равно, значит, как бы, ну, журналистам... Ну, вот журналистам никакую информацию разрешили вам дать, я то и дала. Давайте так, на этом остановимся. Заветную гору спасительного реагента пообещали представить нам только к следующему четвергу. К тому моменту привезут еще 200 тонн соли и 2000 тонн песка. Только вот как будет жить областная столица, которая к тому моменту рискует стать одним большим катком, непонятно. Как и непонятно, какой прок от смеси, сделанный в попыхах. По словам сотрудников, которые к нам обратились, состав, замешанный сейчас, будет бесполезен. Павел Громов, Алексей Романов, Новости Вологды. Субтитры создавал DimaTorzok